Всем привет, с вами Тома. Сегодня последний день акции про драконов, которые решили захватить панивиль и сапфиры, которые мы из них выбивали. И сегодня я хочу немножко подвести итог этой акции, посмотреть, чего же мы добились за эти три недели, ну и рассказать, чего как было. Так, и вот мы видим замечательную рекламу, соберите всех эксклюзивных акционных пони, пока не закончилась акция сыграть в шарики с сапфирами. Да, к слову, в первом ролике я вам не упомянула, что в аттракционе с шариками можно было играть за сапфиры, они у нас появились вместо сердечек, как вы видите. Сейчас поясню, почему. Я об этом писала в группе, я цитировала то, что писали, собственно, разработчики в своем фейсбуке. Им пришлось пока убрать сердечки и вообще практически отключить соцсеть, вы могли заметить, что она не работает, потому что в связи с законодательством США, в котором там появились некоторые новые ограничения по поводу детей и их участия в играх в соцсетях, то есть им надо внести некоторые правки в свой интерфейс соцсетей, чтобы это все соответствовало, чтобы дети были ограждены от всех, собственно, опасностей, которые их подстерегают в соцсетях с опасными там людьми незнакомыми и все такое. Поэтому пока временно соцсеть отключена, и вместо нее вот аттракцион на сапфира был, 250 со скидкой и, по-моему, 500, если без скидки он был. Вот, то есть не пугайтесь, оно все так надо. Ну, я так понимаю, ее в соцсеть потом вернут. Вот, и, значит, убивали мы драконов. Ну, я как бы круглые сутки не могу в игре сидеть, я проверяла ее в основном утром и вечером, ну, выходные чуть больше раз. Ну, и, как я говорила, мне хватило на одну пони, один магазин и мостик по акции. Вот, как вы видите, у меня всего 720 из 1000 этих жизней, которые... Вот эти вот 720 — это хит-поинты, которые мы убиваем у драконов, да, то есть за раз там 10, по-моему, или чуть больше бывает. Вот, и, в общем, до 1000 тут еще прилично. Ну, в принципе, если вы, как бы, имеете доступ к игре чаще, чем 2 раза в день, да, то, наверное, было реально это без всяких вложений камней собрать 1000, да, но это надо было действительно минимум раза 4, наверное, в день заходить и убивать драконов, то есть так серьезно сидеть и играть, да, потому что, вот, если, так сказать, с минимальными усилиями, то нет, по времени чисто не получалось, потому что акция была строго ограничена. Кстати, тут у нас, что за акция, все нам еще предлагают. А, ну, спецпредложение на, соответственно, обычно у нас сейчас за... обычный аттракцион за камни у нас 20 камней, тут предлагают за 10. Кстати, поиграла я пару раз вот этот аттракцион и выиграла вот этого поня прикольного, вот этого в очках. Искра. Его имя говорит само за себя. Искра носит усы, солнечные очки и блестящую зеленую рубашку. Вот, значит, ну, я-то хотела какую-нибудь девочку, Хони, да, но мне какой-то стрёмный понь попался. Вот, из, в общем, из поняшек этой акции у меня только одна поняшка появилась, Лили Вэлли. И вот она. Да, причем живет она не в цветочном магазине, как по канону, да, а в каком-то вот таком одиночном домике. Как вы помните, Дейзи они почему-то поселили на ферму яблочную, а Роуз Лак тут вообще нету. Есть только Лили Вэлли. Улыбчивая Лили, подруга цветочных пони Дейзи и Роуз, она всегда показывается цветком Лили в волосах. Ну, логично. Вот такой у нее маленький скромный домик на одну персону. То есть, да, остальных поняшек разделили или вообще нету. И из декорации я взяла, все-таки взяла пруд, когда он был 150 сапфиров стоил. Это было где-то в середине акции. Я решила все-таки его взять. Так, он обычно стоил 500, а по акции было 150. Но я думаю, многие его в тот момент взяли. Все-таки он очень шикарный такой, прям весь романтичный, большой. Жалко без всяких анимаций. Вот, ну, он тут замечательно вписался в мой такой романтический этот садик. Вот, и, собственно, все. А, ну, еще один магазинчик в контролте. Потом покажу поняшек и все. В принципе, опять-таки, вот Роял Пин тоже клевый понь. Если бы вы чаще, чем я сидели, вы бы могли вместо еще одного, точнее, вместо магазина, который я взяла, можно было, в принципе, накопить. Вот, мне чуть-чуть не хватило на какую-нибудь поньку типа Sunny Days. Я вчера потратила последние 950 сапфиров. 37 это уже после этого вот сейчас добила, да. Вот, мне сотни не хватало на Sunny, но я решила, что я не успею все равно добить. И решила взять магазин спортивный. Вот вам покажу. Вот, Daisy, Sunny, ларек с медом. Все, в принципе, очень клевые построечки, но, как бы, говорится, надо было выбирать. А вот, кстати, Purple Wave вчера не было. Я бы взяла ее, честно, чем в спортмагазин, но вчера ее тут не было. Печаль. И Shouting Star тут не было. А, надо было ждать еще сутки. Ну, ладно. Я просто боялась, что и магазин пропадет, поэтому так вот получилось. Да, Purple Wave, Роял Пин, Shouting Star, так, ну и магазины. Два штуки. В общем, один из них за кристаллы. Так, сейчас, пони. Ну да, это все пони. Жалко, Purple Wave я бы взяла. Кстати, медсестра Родхарт сегодня со скидкой. 200 ко мне со скидкой. Да. Ну, на нее мне тоже, естественно, не хватало. Хотя мне бы, наверное, хватило, если бы я не играла в шарики пару раз там. Вот. Ну, неважно. В общем, она, когда я играла в шарики, она была 500. Я не думаю, что на нее в ближайшее время опять будет скидка. Вот. И все-таки дорого. Так. Ну, эти поняши там были. Cometail дворецкий. Так. Вот. Еще есть поняши клевые, которые можно было выиграть в шариках. За сапфиры, как я понимаю. Но я за сапфиры не играла. У меня их просто не было, чтобы играть. Pitchie Pie, Jubak. Джунбак, Berry Punch. Вот. Тоже клевый пони. Я не знаю, мне не везет, поэтому я просто не играла. Вот. Можете, кстати, в комментариях написать, каких поняш удалось выбить вам в этой акции, кого вы приобрели. Вот. И, так сказать, ну, как бы выполнили вы основной вот этот квест на тысячу, чтобы эйса выиграть. Один штука. Так. И давайте я вам покажу магазин, который я взяла вместо пони. То, что на пони мне не хватало. Вот. А, они плохие редиски сделали сегодня, еще добавили пони. Ладно. Ничего страшного. Так. Магазин тоже прикольная штука. Тем более, что магазин клевый на самом деле. Вот он мой спортивный магазин. Такой вот с теннисными ракетками. Тут совсем прибамбасами. Я его потом чуть... Хотя, почему потом? Можно сейчас чуть-чуть передвинуть. И поставить его чуть поближе к спортивному... Спортивному... К футбольному полю. Так. Наверное, вместо пряничного домика. Сейчас пряничный домик мы чуть подвинем. Вот так мы подвинем сюда спортивный наш магазин, чтобы... Ну и доход было удобнее потом собирать. Вот. У меня тут на одной линии все эти самые магазины. Ну так просто удобнее, так тынь. Вот. И сюда можно... Это мой первый магазин на 5 поняшек. Ну, собственно, он практически ничем не отличается от магазина на 3 поняшки. Да? Только тут дополнительное окошечко. К каждой стороны производят мяч и ракетки. Ну, давайте кого-нибудь назначим. Кто у нас тут может работать-то? Так. У нас тут еще и не все могут... Не все захотят работать. Наверняка. Так. Ну, главная шестерка, насколько я знаю, тут не работает. Не скажет, что он... Или работает. Я просто гуляю по магазинам. Меня нельзя посадить за прилавок. Да. Дэшу в своем репертуаре. Так. А есть у меня кто прокачанный, не работающий ее там сам в контрлоте? Потому что я их тут не качала, честно говоря. Ну вот. Появился стимул прокачать пони, потому что у меня они все не прокачаны, чтобы назначить их на работу. Ура. А то я уже не знала... То, что магазинов-то тут мало было, да. Вот. Ну и, соответственно, на две звезды, на три звезды, на три звезды. Ну и там явно будет на четыре, а то и на пять. Вот. Ну и сколько нам заработок? Заработок девятьсот тысяч четыреста пятьдесят. Ну и там еще наверняка плюс биться в пятьсот за пятого пони. Ну, в принципе, неплохо, как и остальные магазины. Вот. Больше тут ничего не поменялось. Не, ну мне нравится теперь. У меня есть поле, футбольный и спортивный магазин рядом. Вот. И, в принципе, это все, что было интересно во всей акции. Я не знаю теперь, какова судьба будет этих сапфиров. Ну, явно озеро пропадет у нас. Сегодня последние сутки заканчиваются акции. Вот. Явно озеро с драконами просто пропадут. Что будет с валютой сапфиров, непонятно. Ну, в лучшем случае она тоже пропадет. В лучшем случае введут новую какую-нибудь акцию за сапфиры. Ну, в принципе, было бы неплохо, особенно если поняшек тоже оставили. Кстати, вот это вот задание на этот самый просмотр кино, он у меня так этот глюк и остался. Я не могу посмотреть видео. У меня пишут, что, извините, нету. Но у меня так и висит, зараза, этот видео. Вот. И, собственно, все. То есть, акция, в принципе, была ни о чем. Мне вчера позабавил момент, когда предлагали купить большую кучку камней за 1190 рублей. И к ней прилагалось бы еще что-то там очень... А, 2400 сапфиров. 2400 сапфиров. То есть, такая чисто, опять-таки, деньговая выманива. Вот. Ну, и клевые поняшки, модельки. Я надеюсь, что их не занычат и все-таки куда-то, даже если сапфиры уберут, все равно в каких-то других акциях они будут доступны. Вот. Еще раз говорю, что можете написать в комментариях, каких пони успели получить вы. Мне действительно интересно почитать. Для тех ребят, которые в группе ВК это будут смотреть, там можете, ну, в комментариях под этим, под этой записью с видео выложить ваши скриншоты. Тоже интересно посмотрю. Вот. И будем ждать следующее обновление по игре. Я без понятия про что он будет. Ну, надеюсь, вам этот ролик был интересен, полезен. До встречи в следующем. С вами была Тома. Пока. Продолжение следует.